Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный взрыв от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. По нефтяным ценам у нас случился внезапный обвал из-за комментариев саудовского министра нефти Альфа Лиха. Он предупредил, что ОПЕК может изменить свое решение по сокращению производства и поэтому ограничения на производство ОПЕК могут быть сняты. Цены отреагировали резким снижением, что в принципе согласуется с нашей технической картиной, которую мы попытались вам представить ранее. Согласно ницам, должны найти платформу, упереться в нисходящую границу канала, восходящего это будет уровень 75-76, и возможно уже оттуда будут рассмотрены дальнейшие покупки. Британские домохозяйства сбавили обороты в потребительских расходах, фирмы сократили капитальные вложения, показали данные за первый квартал по английской экономике, так как суровый конец зимы стал препятствием для расширения экономической активности. Сегодня у нас пара фунт-доллар продолжила снижение, потеряла 0,3% и приближается к границе поддержки 1,33, и как я уже говорил ранее, она может уйти ниже, так как перспектива британской экономики действительно очень быстрая и сильно ухудшается. Расходы домохозяйств увеличились всего на 0,2%, что стало худшим значением за более чем 3 года, в то время как инвестиции фирм сократились на 0,2%, так как зимний метиль, то есть первые зимние месяцы этого года оставило немного покупателей на улицах, а строительные проекты были или заморожены, или приостановлены до улучшения погоды. Снижение спроса инвестиций прежде всего нуждает инвесторы скорректировать ожидания по повышению краткосрочных процентных ставок на более умеренные. Ужесточение монетарной политики, которая положительно влияет на процентные ставки, на краткосрочные процентные ставки, то есть вызывает их повышение. Эта жесткая политика обычно вызывает лишь ускорение кредитного сжатия, в случае, если ожидания по росту инвестиций падают. Поэтому Банк Аглии нужно сейчас поддерживать всеми силами дешевую ликвидность в экономике. В этом месяце регулятор отказался повышать ставки, о чем мягко намекнул Марк Карни, заявив, что не стоит ограничиваться майским заседанием. Слабая статистика сейчас мешает сформировать ожидания по повышению процентной ставки в августе. Однако, на что рассчитывают инвесторы, если фирмы задаются вопросом, стоит ли расширять инвестиции и влечить выпуск, когда доступ к европейскому рынку остается неопределенным. Эти ожидания инвесторов непонятны, почему ставка должна или может быть повышена в августе. Домохозяйство, в свою очередь, старается экономить. Это видно из недавнего превышения инфляции над темпами роста оплаты. Сейчас, хотя и темп роста оплаты и вновь стал превышать инфляцию, то есть покупательная способность снова перешла в рост. Однако, именно этот период очень сильно испортил потребительские ожидания. Это сокращение покупательской способности вынуждает потребителей изменять склонность потребления в сторону понижения, то есть меньше потреблять. И поэтому низкое потребление, оно все так же будет у нас задерживать рост Великобритании. Данные по потребительским расходам выросли всего на 1,1% по сравнению с годом ранее, что является очень самым показателем слабейшего 2012 года. Рост оплаты труда должен вновь превысить инфляцию и находиться выше нее значительный период, чтобы достаточное увеличение располагаемого дохода у британцев, но позволило им тратить больше. Доллар у нас оказался под давлением второй половины торгового дня среды и четверга на фоне оценки Трампом хода китайских переговоров. И также протоколов ФРС, то есть минуток, которые вышли на среду, согласно которым регулятор будет проявлять осторожность в повышении ставки. Что у нас происходит по индексу доллара? Он сегодня у нас вырос на целых 0,22%, почти до уровня 94% и скорее всего пойдет дальше вверх. На фоне ослабевания перспектив европейской экономики, экономики Великобритании. В пятницу индекс доллара вероятно закроется выше уровня 94%, что заложит фундамент для расширения покупательской активности на следующей неделе. Также на движение доллара вверх повлияла риторика ОПЕК. Согласно комментариям министра нефти, как я уже сказал ранее, Альфа-Лиха, ограничения на производство ОПЕК будут сняты. Соответственно, реакция цен вниз будет означать, прежде всего, замедление инфляционного импульса, который сопровождал экономику еврозоны и других стран, инфляция которых сильно зависела именно от нефти. Доллар, в свою очередь, показывает меньшую зависимость от инфляции, то есть ценовое давление больше похоже на именно расширение потребительского спроса. Соответственно, доллар поэтому и пользуется популярностью у инвесторов. Протокол заседания ФРС в очередной раз показал, что регулятор не будет торопиться с повышением ставок в случае, если инфляция будет значительный период превышать целевой уровень. Большинство чиновников Федрезера уверены, что отсутствие признаков ослабления роста экономики будет гарантировать скорое повышение ставки, что является довольно-таки бычьим замечанием. По мнению членов комитета, комбинация низкой безработицы с умеренным ростом оплаты труда не таит в себе опасности перегрева рынка труда. Рынок обычно полагается на прогнозы Федрезерва как более точно, нежели чем коммерческие прогнозы, так как регулятор потенциально располагает источником информации, недоступным для других. В данном случае протокол показал, что ускорение инфляции не сильно беспокоит ФРС, то есть нет рисков чрезмерного ускорения инфляции, поэтому прогноз по федеральной ставке остается постепенным, то есть повышение ставки будет происходить именно поэтапно, то есть gradual. Из теории известно, что облигации с большей дюрацией, то есть долгосрочные облигации, сильнее реагируют на изменения процентных ставок, как и инфляции. Ну то есть они быстрее обесцениваются в случае повышения обоих показателей, например ускорения инфляции или ускорения роста, точнее ускорения повышения процентных ставок. Поэтому умеренный краткосрочный прогноз, соответственно, вселяет большее спокойствие в тех, кто держит именно долгосрочные облигации и дает сигнал для инвесторов, которые держат краткосрочные облигации, воспользоваться дифференциалом доходности, который наблюдается между 10-летней и 2-летней. И поэтому разница, то есть этот дифференциал будет продолжать сокращаться из-за того, что спрос на долгосрочные облигации будет расти, а на краткосрочные снижаться. Для доллара эти последствия, несомненно, отрицательные, так как это сигнализирует об ожиданиях рынка, что краткосрочные ставки будут расти, причем медленнее, чем полагалось. Поэтому и привлекательность доллара именно в свете данного протокола будет снижаться. В целом фактор ФРС для доллара оказывается медвежьим, хоть и американская валюта сейчас занята отыгрыванием последствий переговоров с Китаем. Для фондовых рынков это, конечно же, бычий сигнал, так как рост краткосрочных ставок, то есть повышение стоимости заимствований, и это означает удорожание долгового финансирования, это, конечно же, больше издержек для фирм. Тем не менее, по сравнению с валютами и оппонентами, доллар отражает большие перспективы экономики США, поэтому на фоне гаснущего экономического импульса в Великобритании и еврозоны, будет как минимум в следующей неделе оставаться во фаворе. Твиттер Трамп остается у нас основным источником риска, который будет сдерживать рост доллара. А на сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами на следующей неделе.